Много очень мощных бурь. Эти мощные бури, например, здесь в октябре было, в мае, и мы могли видеть эти полярные сияния даже на Кавказе или в Крыму, что совершенно не характерно в обычное время. А когда мы видим полярные сияния, это не только красивые, не только оптические явления, это на самом деле и огромное количество неоднородностей, которые возникают в ионосфере Земли, причем они разного масштаба. Это, опять-таки, сказывается и на локации, и на навигации. Есть такое явление, как геоиндуцированные токи. Есть такой очень известный случай, который случился в Квебеке в 1989 году прошлого века. Была очень мощная буря, самая мощная в космическую эру, и это привело к тому, что в электросетях возникли дополнительные токи. И эти дополнительные токи привели к тому, что сгорел трансформатор, и часть Канады, и часть Америки осталась без света. Солнечная активность Солнечная активность очень воздействует на нашу планету. Каким образом? Воздействует через три канала. Один из них – прямое солнечное излучение электромагнитное, которое достигает Земли за 8 минут. Второй канал – это потоки высокоэнергичных частиц, у которых скорость меньше, чем скорость света, но все равно они достигают Земли за час-два. И, наконец, солнечный ветер, который достигает Земли за сутки-двое, и приводит уже к тому явлению, которое называется геомагнитными бурями. Все это находится в такой динамике, которую мы наблюдаем в течение последних лет. Мы видим, что Северный полюс движется в сторону юг, мы видим, что Бразилия, и уже сейчас она находится не над океаном, а над Бразилией. Вот все эти процессы мы изучаем для того, чтобы понять, как нам себя вести, потому что и магнитные бури воздействуют в том числе и на здоровье человека. Мы можем смотреть за Солнцем. У нас есть разные там спутники. Мы смотрим. И, например, там есть вспышка. Мы можем даже классифицировать там МХ, насколько она мощная, или корональный выброс массы. Потом оно долетает до магнитосферы Земли, взаимодействует, и дальше мы видим, как это отражается на ионосфере. Например, где авральные сияния? Например, можем ли мы их увидеть на широте Москвы или нет? На борту ионозонда стоят приборы для ионосферной томографии. Мы знаем в медицине томографию. Это точно так же трехмерное восстановление структуры ионосфер. И будет очень интересно сравнить те профили, которые получаются томографическим способом, и те, которые мы получаем с помощью зондирования. А ионозонд позволяет заглянуть внутрь ионосферы. То есть он измеряет от высоты орбиты спутника до главного максимума. Таким образом, мы имеем возможность построить трехмерную структуру ионосферы, базируясь на данных ионозонда. Ему помогают и другие приборы, которые измеряют локальные параметры плазмы, электромагнитное излучение. Мы почти все наши приборы нацелили на том, чтобы измерить параметры ионосферной плазмы. Это концентрация, это температура, это токи, которые возникают в ионосфере при разности потенциалов. И эти измерения достаточно сложны с одной стороны, с другой стороны. Имея несколько разных методов измерения, мы сможем получить объемную картинку. По результатам измерений мы получим новые знания о динамике космической плазмы, в частности, плазмы ионосферы Земли. Уважаемые друзья, на космодроме Восточный раннее утро до запуска космических аппаратов ионосферы М. Номер 1 и номер 2 считанные минуты остаются. На космодроме Восточный работает генеральный директор госкорпорации Роскосмос Юрий Иванович Борисов и наша съемочная группа. И вот какой сюжет мы получили из Амурской области о визите главы Роскосмоса на Восточный в нашем репортаже. Аэродром Восточного впервые принимает самолет с генеральным директором. Юрию Борисову докладывают о ходе строительства аэропортового комплекса «Космодрома». В скором времени именно тут будут принимать составные части ракет-носителей, космические аппараты, разгонные блоки и другие важные грузы для нужд Восточного. В 2024 году ЦИНКИ отмечает 30-летний юбилей. Именно Центр эксплуатации объектов наземной и космической инфраструктуры обеспечивает запуски ракет с космодромов Роскосмоса. В торжественной обстановке Юрий Борисов участвует в закладке капсулы времени на аллее истории города Циолковский в Амурской области. Думаю, что за 20 лет космодром кардинально изменится. Нам предстоит еще очень новая работа по строительству, по введению новых объектов. К этому времени космодром должен стать основным объектом российской космонавтики. И отсюда будут осуществляться практически все пуски, включая пилотируемые. Растет космодром, а вместе с ним и город Циолковский. Глава Роскосмоса знакомится с возведением жилых корпусов для сотрудников космодрома. Лично контролирует готовность новых квартир. Юрий Борисов инспектирует строительство технических сооружений Восточного и космического ракетного комплекса «Амур» для ракет «Ангара». По итогам работы проводят совещание. 5 ноября генеральный директор проконтролирует заключительные операции по графику пускового дня и останется наблюдать запуск ракеты «Союз-2.1Б» гелиогеофизических аппаратов «Ионосфера-М». Ну что же, на космодроме звучат финальные команды заключительного этапа пускового дня режима предпусковой подготовки. Напоминаю, с Восточного мы запускаем космические аппараты «Ионосферы-М» и 53 микроспутника студенческого проекта Роскосмоса «Универсат». У нас остается несколько мгновений, чтобы увидеть состав ракеты «Союз-2.1Б», о которой полезная нагрузка этого запуска отправляется сегодня. Это трансляция запуска ракеты-носителей «Союз-2.1Б» космических аппаратов «Ионосфера-М» и «Номер-2». И попутные полезные нагрузки 53 микроспутников. У нас в гостях заведующий отдел... Продолжение следует... дренаж есть дренаж 30 есть дренаж 70 доклады рекорд для рвота принял 1 надув есть надув 70 1 есть сброс шало 60 доклады принял есть надув общий 30 есть надув общий 70 есть сброс шало системы измерения готовность 2 в НАСУ выдана 70 доклады руководителя работ принял 1 доклады руководителя работ принял 1 0 0 0 0 0 0 0 есть переход блока и на бортовое питание есть отрыв шоу 211 212 есть отвод мачта 30 есть отрыв холодный пневмо колодок блока и 70 доклада принял 1 пуск и спуск зажигание предварительное промежуточная прошел контакт подъема двигатели центрального и боковых блоков 10 секунд параметры системы управления ракетоносителя в норме 20 секунд двигатели первой и второй ступени работают нормально 30 секунд параметры конструкции ракетоносителя в норме 40 секунд стабилизация изделия устойчивая 50 секунд давление в камерах сгорания двигателей ракетоносителя в норме 60 секунд полет нормальный 70 секунд параметры системы управления ракетоносителя в норме 80 секунд стабилизация изделия устойчивая 90 секунд двигатели первой и второй ступени работают нормально 100 секунд параметры конструкции ракетоносителя в норме 110 секунд тангаж рысканье вращение в норме есть выключение двигателей боковых блоков есть отделение боковых блоков 130 секунд стабилизация изделия устойчивая 140 секунд двигатель второй ступени работает нормально 150 секунд параметры конструкции ракетоносителя в норме 160 секунд параметры системы управления ракетоносителя в норме 170 секунд полет нормальный 170 секунд полет нормальный 180 секунд двигатель второй ступени работает нормально 190 секунд полет нормальный время кп 2 часа 18 минут 40 секунд 459 миллисекунд декретного московского времени 200 секунд параметры конструкции ракетоносителя в норме 210 секунд стабилизация изделия устойчивая 220 секунд параметры системы управления ракетоносителя в норме 250 секунд есть сброс створа головного обтекателя 240 секунд тангаж рысканье вращения в норме 250 секунд 250 секунд двигатель второй ступени работает нормально 260 секунд стабилизация изделия устойчивая 250 секунд 270 секунд параметры системы управления ракетоносителя в норме 270 секунд параметры системы управления ракетоносителя в норме 270 секунд параметры системы управления ракетоносителя в норме Есть запуск двигателя третьей ступени. Есть выключение двигателя второй ступени. Есть отделение второй ступени. Есть сброс панели хвостового отсека. 310 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 320 секунд. Двигатель третьей ступени работает нормально. 330 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 340 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 350 секунд. Полет нормальный. 360 секунд. Тангаж рысканья в норме. 370 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя и разгонного блока в норме. 380 секунд. Двигатель третьей ступени работает нормально. 390 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 400 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 410 секунд. Полет нормальный. Прошло включение второй ступени надува бака в третьей ступени. 430 секунд. Двигатель третьей ступени работает нормально. 440 секунд. Тангаж рысканья в норме. 450 секунд. Полет нормальный. 460 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя и разгонного блока в норме. 470 секунд. Двигатель третьей ступени работает нормально. 480 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 490 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 500 секунд. Полет нормальный. 510 секунд. Тангаж рысканья в норме. 520 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя и разгонного блока в норме. 530 секунд. Двигатель третьей ступени работает нормально. 540 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 550 секунд. Полет нормальный. Полет нормальный. Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение головного блока. Головной блок в составе разгонного блока фрегат номер 142-601 и космического аппарата ионосфера М номер 1-2 и попутной полезной нагрузки выведен на незамкнутую опорную орбиту. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 2 попутной полезной нагрузки с космодрома Восточный. Пуск успешный. Все хорошо. Наши аппараты с разгонным блоком фрегат теперь будут двигаться к выполнению своих целевых задач на орбите. Эту трансляцию мне помогало провести заведующая отделом аносферных наблюдений института прикладной геофизики Росгидромета доктор наук Надежда Геннадьевна Катанайова. Вместе смотрели с вами этот запуск, введение аппаратов на орбиту. Какие впечатления Надежды Геннадьевны? Ну это счастье, потому что этого ждали так долго и осталось вот еще немножко, чтобы дождаться момента, когда эти два спутника будут разведены на 180 градусов и начнутся хотя бы первое понятие включения аппаратуры и летные испытания, им получим первую информацию и будем понимать, какую новую информацию о космической погоде мы будем получать ежедневно и ежечасно. Уважаемые друзья, поздравляем всех участников этого запуска. Спасибо большое специалистам, конструкторам, инженерам Госкорпорации Роскосмос, которые сделали возможным это чудо ракетно-космической техники, которое мы так называем уж по бытовому, глядя на это все с экранов мониторов. Следите за новостями Госкорпорации Роскосмос, подписывайтесь на официальные ресурсы, будьте всегда в курсе самых новых, свежих и главных новостей о космосе. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова